Я смог за пару часов создать свою идеальную сборку, где есть все моды, которые я хочу, есть шейдеры, сборка оптимизирована, ничего не лагает. Короче, сейчас я тебе расскажу, как этого добиться тебе. Это будет твоя идеальная сборка. Но перед тем, как ты всё узнаешь, хочу задать вопрос. Знаешь ли ты, какую сборку ты хочешь создать? Если да, то на рабочем столе создаёшь текстовый документ и записываешь всё, что ты хочешь видеть в сборке. Для примера, вот как записал я. А если ты не знаешь, какую сборку ты хочешь, то сначала я тебе советую пошерстить YouTube, чтобы, допустим, посмотреть какие-то обзоры модов или просто прохождение модов, либо зайти на сайт с модами и просто записывать каждый мод, который ты бы хотел видеть в своей сборке. Правда, при поиске модов на сайтах ты столкнёшься с проблемой. Потому что тебе надо заранее знать версию Майнкрафта, на которой ты устанавливаешь этот мод, а также, что более важно, ядро, которое будет поддерживать мод, который ты качаешь. Ядра — это как фундамент дома, а моды — это комнаты. Без фундамента комнаты не построить, поэтому тебе нужно выбрать определённое ядро, на которое не может быть некоторых комнат. Если я не понял, объясняю. Есть, вот, допустим, два мода, которые тебе жёстко нравятся, но есть проблема. Первый будет работать только на форже, так как это его ядро, а второй только на фабрике. И ты их никак не совместишь. Поэтому ты должен выбрать ядро, на котором ты будешь ставить моды. А для этого ты должен приблизительно понимать, какие моды ты 100% поставишь. И записать их надо, конечно же, в блокнот. Смотришь, чтобы они все устанавливались на нужное тебе ядро, а также на нужную тебе версию. Самые основные версии, на которых почти всегда есть большинство модов, это 1.12.2 и 1.16.5. Дальше я не хочу ничего утверждать. Кстати, лично от себя советую качать моды с курсфорджа, так как там есть большинство модов. Ещё можно искать на модринге, я так обычно и делаю, но если вы не можете найти на модринге определённый мод, поищите на курсфорджа. 90% что он там будет. Есть ещё один вариант в виде Майнкрафт Инсайда, но честно, я бы не рисковал оттуда качать моды, хоть я это пару раз сделал, и ничего плохого не было. Зато Майнкрафт Инсайд хорош в том, что когда гуглишь мод, он выскакивает первый, и можно просто зайти на Майнкрафт Инсайд и почитать, что делает мод и для чего он нужен. Советую так делать, если лень переводить. Я часто так делаю. Итого, вы сейчас, скорее всего, уже знаете, какие моды хотите поставить, знаете, где их искать, знаете, как их искать, и примерно понимаете, на какой версии будет сборка, потому что чем выше, тем нужен ПК как бы посильнее. Но база, среднячок, это 1.16.5. Советую использовать эту версию. Ну и теперь, можно переходить к самому главному, а именно к созданию сборки. Если ты сейчас подумал, что мы можем просто напихать модов и пойти играть, то можешь прямо сейчас сливать с видосы, потому что я сейчас покажу, как создавать твою идеальную, хочу напомнить, сборку. Первым делом, когда ты определился с версией, посмотрел, какие ядра подходят к модам, которые ты будешь устанавливать, тебе нужно поставить на лаунчер, который без разницы какой, нужную тебе версию и нужную тебе версию ядра. Да, у ядер тоже есть версии, и это решает. По себе могу сказать, что это уже можно делать в процессе, потому что некоторые моды показывают, что мне нужна версия Forge поновее, либо версия Forge постарее. Это написано либо в крашах игры, либо когда ты запускаешь Майнкрафт, что редкость. И когда ты установил Forge там на пару версий постарее, чем самый новый, можно переходить к первому этапу, а именно к оптимизации сборки. Тут есть офигенный лайфхак для новичков, вот таких как я, как бы любителей, это заходить на сайты по типу модринга или даже курс Forge, искать просто чистую ванильную сборку, которая на оптимизацию. Например, мне нужна оптимизация 1.16.5 Forge. И вот выскочил модпак Forge оптимизейтед, то есть просто оптимизация дефолтного Майнкрафта. Это нам и надо. Мы скачиваем, закидываем эти моды себе в папку mods, и если вы сделали все правильно, у вас запустится Майнкрафт с некоторым количеством модов, которые нужны для оптимизации. А может быть там еще пара фишек будет, по типу зума или вот такого открытия карты. Поэтому, когда вы скачиваете такой модпак чисто оптимизейтед, советую заходить вот куда вы закинули в папку mods, да, закинули тогда моды, и берем, копируем название каждого и без версии вставляем в Google. Просто смотрим, для чего нужен мод. Если там будет что-то лишнее, что-то ненужное, что вам не нравится, удаляем. Но тут важно учесть, что вам надо случайно не удалить какую-нибудь библиотеку, потому что вот какой-нибудь странный мод с названием Кукумбер оказывается библиотека, если вы его удалите, что-то там перестанет работать, короче, если вы видите какой-то странный мод, который в Google, ну, что-то ничего не добавляет, и там написано ЛИБРАРИ, то есть библиотека, то его удалять, наверное, не стоит, все-таки я думаю, наверное, не стоит, да? А когда вы почистили все ненужное, и у вас запустился Майнкрафт, и у вас реально побольше FPS, чем вы в ванильном, ну, то есть в клиентском, тьфу, в обычном, короче, то вы молодец. Но тут возникает еще один вопрос. Хотите ли вы установить шейдеры? В фабрике есть два мода, которые позволяют это сделать без оптифайна. Для фабрика это Ирис, так и пишите просто, Ирис, мод, там, 1.16.5, фабрик, а если ищете для Форджа, то есть, в мой случай, ищите в гугле Окулс. Это, если что, просто альтернативы друг друга, которые позволяют установить шейдеры без оптифайна. Поехали дальше. У вас уже стоит чистая, оптимизированная сборка. Вы уже скачали какие-то шейдеры, кстати, пока их можете отключить, и теперь вам нужно как-то поставить нужные вам моды, самые основные. Сейчас покажу на примеры того, как это делал я. Я захотел сразу первым делом установить крейдер. У меня полностью чистая сборка, оптимизированная, то есть, как я и сказал. И обратите внимание, что я делаю. Сначала я просто ищу крейдер, на нужную мне версию и на нужное мне ядро, и смотрю, нужна ли для него какая-то библиотека. И да, оказывается, нужна. Для него нужен Flywheel. Поэтому просто, когда ищете мод, или вы там его сохранили себе где-то, тыкайте на него и в описании, или где-то, где у вас это может быть написано. Смотрите, нужна ли для него какая-то библиотека. Если нет, отлично, просто качайте мод и закидывайте папку mods. Если да, и вы это не заметили, то когда вы запустите Майнкрафт, у вас будет уведомление о том, что вы не установили библиотеку для такого-то мода, и вы все равно даже ничего не сможете сделать. Пока не установите эту библиотеку, конечно же. А еще, после добавления каждого мода, советую заходить в Майнкрафт, создавать новый мир и тестить, как работает мод. И если у вас там что-то некорректно работает, или просто сильно нагружается Майнкрафт, советую попрощаться с этим модом. Но, если он вам сильно нужен, можете оставить. И когда вы понадобавляли вот этих модов, которые вы хотели, и не переборщили, я надеюсь, можно поставить всякие мини-прикольчики по типу полиморфа, который с рецептами может вот так играть, улучшенный вид там от второго лица, карту на полный экран. Короче, это уже ваше дело. Я советую искать на мудринхе во вкладочке клиент, там утилитис. В общем, ищите там, где вам больше всего удобно. Думаю, это очевидно. А когда вы закончите с установкой всех модов и всего, что вам нужно, не забудьте настроить шейдеры и Майнкрафт. И оставить только самое нужное. Либо, чтобы просто картинка не была ущербной. Если вы, ну, совсем не хотите с этим разбираться, то, во-первых, с настройками Майнкрафта вам все равно придется разобраться, потому что это база. А вот с шейдерами я могу помочь. Скачивайте комплименты, реставите пресет по ТАТО и в настройках, в перформанс, врубайте фейкс АА, чтобы смягчение было, потому что, ну, без него это вообще позор. И во вкладке камера, где колор баланс, можете подкрутить насыщенности и яркости. Тогда Майнкрафт будет прям покрасивше. А из текстур, наверное, советую поставить темный интерфейс, мягкую погоду, чтобы дождь не бесил. И вот такую более красивую грязь. Кстати, все пооставлять. Если на что-то нету, сори, я тоже человек. Если вы постарались, сделали все хорошо, то на выходе у тебя должна получиться твоя идеальная сборка. Надеюсь, я тебе посодействовал, помог, потому что я рассказал все, что знаю. Если ты что-то вдруг не понял, обязательно спрашивай в комментариях, я все поясню. А в описании я оставлю ссылку на свою идеальную сборку и на 1.16.5 Forge шаблон, где будет чисто оптимизирующие моды плюс пара фишек.